Чтобы кровельная торцевая планка выглядела максимально эстетично, формируем ее край по данной схеме. Откладываем от края 1 сантиметр и от этой точки еще 3,5 сантиметра. По короткой части планки от ребра откладываем 1 сантиметр. И еще один сантиметр откладываем от левой линии разметки. Они пойдут на подгиб. На широкую часть планки переносим дальний размер 4,5 сантиметра. В сторону края добавляем 1 сантиметр на подгиб. От верхнего ребра также откладываем 1 сантиметр на подгиб. Теперь обрезаем планку по разметке и делаем надрезы по ребрам. Продолжение следует... Все сантиметровые фрагменты загибаем под 180 градусов. Плотно обжимаем их клещами. По оставшейся линии разметки формируем финальный загиб на угол 90 градусов. Помещаем планку на кровлю. Декоративный край должен быть вровень с краем кровельных картин. Замеряем длину планки. Для этого размещаем уровень на закладном бруске противоположного ската и выводим его вверх, перекрывая левую планку. Те же действия проводим с противоположной планкой. Сводим две планки на коньке. По накрывающей планке проводим вертикальную линию от верхней точки. Режем ее по разметке. Теперь на нижней планке на выступающем отрезке отмечаем место стыка с верхней планкой. Обрезаем нижнюю часть планки до отметки. Фиксируем планки кровельными саморезами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова